Фадеев, ты у нас кто? Аристотель? Нет, Фадеев, ты Диоген. Только тот жил в бочке из-под вина, а в тебе самом бочка вина живет. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротко. С вами, как всегда, Кин, и в конце видео вы узнаете про эффект Даннинга Крюгера. А пока что с прискорбием сообщаю, что я... Жизнь опера Бориса Фадеева идет по наклонной. С женой он разводится, бухает по-черному на работе в вечном запое. Но апогеем всего становится новость, которая переворачивает его мир с ног на голову. Боря узнает, что он смертельно болен, и жить ему осталось всего несколько месяцев. Ну и сколько мне осталось? Дочку успею на выпускной сводить. Если только выпускной в этом году. Тут еще, как назло, и у жены проблемы. С работой беда, из квартир выселяют, а дочку гонят из танцевальной школы. И Боря решает вас, что бы то ни было, помочь близким. Ну а сделать он это может за данный ему короткий срок, только одним способом. Погибнув на службе. Я в рапорте пишу, что ты погиб при исполнении. При таком раскладе его семья получит нехилую компенсацию. Ну а раз жить осталось всего ничего, то и терять особо-то и нечего. Поэтому Фадеев берется за самые опасные задания. И бросается под все пули. Но оказывается, что умереть на службе не так уж и просто. Лишь на пороге смерти мы по-настоящему начинаем ощущать вкус жизни. Так, вкратце я мог бы описать новинку от Винка. Которую, признаюсь честно, я не особо хотел смотреть, натыкаясь на ее рекламу в ВК. Но когда реклама переползла из ВК на мои остановки, я подумал. Ну и ладно. Уговорили. И знаете, хоть это и очередной русский сериал о ментах и бандитах, но он мне понравился. Хотя я даже по большей части зарубежные сериалы подобного рода не особо-то и люблю. Нет, не скажу, конечно, что это прям шедевр, коих не видывал свет. Но скоротать вечерок сериал точно поможет. Тем более, что хронометраж всего первого сезона всего три с половиной часа. Больше всего сериал выделяется своей идеей, о которой мы поговорим чуть позже, колоритными персонажами и старанием не идти по простому пути. Что я имею в виду? Из такой идеи можно было легко сделать простой ситком с однохарактерными персонажами и зацикленным в каждой серии сюжетом. Где герой каждую серию берет опасное дело, пытается умереть, не выходит, завершили, повторили. Но нет. Тут это, конечно, есть, но помимо этого сериал успевает раскрыть главного и второстепенных героев. Раскрыть его прошлое, попутно вплетая в сюжет линии других героев. Которые, как я и сказал, вышли довольно колоритными и интересными. Само собой, на первых ролях у нас Фадеев и Зуев. В исполнении Яглыча и Джинни Лидзе. Но всё же мне больше всех понравился Бибиков Фёдора Лаврова. Дело в том, что из него легко можно было сделать типичного орущего босса в духе шефа из последнего киногероя. Но, по его словам и поведению становится ясно, что он умнее и глубже, чем кажется. Но его подколы Фадеева – это отдельная изюминка. Я ничего слушать не хочу. Будешь бомжом сегодня, понятно? Всё, как ты любишь. Я осуществлял задержание преступника. А потом ты что сделал? За второй бутылкой пошёл? У тебя вообще у печени выходные бывают? Ну что, мне сначала выслушать, почему ты опоздал? Или сразу нахер тебя послать? Давайте сразу. Что же касательно идеи сериала, то тут довольно забавный момент. В видео в ВК я наткнулся на это. Идея сериала пришла моему другу и прекрасному сценаристу Павлу Воронину. Он меня пригласил поучаствовать. Только вот сценаристы, само собой, не упомянули тот факт, что идея им пришла сразу после просмотра одного довольно старого зарубежного фильма. Давайте я вам его опишу, а вы скажете, похоже или нет. Полицейский Бёрд Тимсон узнаёт, что ему осталось жить плюс-минус несколько недель. И дабы не оставить свою жену, с которой он, к слову, в разводе, и маленького сынишку без денег, Бёрд решает погибнуть при исполнении. Но у него это никак не выходит. Ну как, похоже? И да, это фильм «Короткое время» 1990 года. Интересный факт. Оператор фильма в будущем будет сражаться с роботами Скайнет. Ладно, шучу, конечно, но как по мне, это довольно забавное совпадение. Как и довольно забавно, что главного героя зовут Бёрд Симпсон, а Симпсоны вышли ровно за год до этого фильма. Что же касательно схожих моментов сериала и фильма, то их полно. Главный герой в разводе с женой, маленький ребёнок, мажущие бандиты, глуповатый, но верный напарник, босс, высмеивающий главного героя, награждение за так называемую проявленную отвагу и даже два полицейских лентяя. Но знаете, наверное, я скажу это в первый, и, возможно, последний раз, русская версия вышла в разы лучше. На то есть несколько причин. Во-первых, персонажи в русской версии стали глубже, а ставки выше. А именно, в российской версии жена Фёдора теряет работу и не может устроиться на новую, потом ещё и теряет квартиру, а дочку гонят из балетной школы за неуплату обучения. Но в зарубежной версии Бёрд просто повёрнут на том, чтобы отправить сына в Гарвард. Всё. При том, что дом у его жены весьма таки не бедный. Ну и развязка. Я спойлерить не буду, но начав смотреть зарубежную версию, я сразу понял, чем всё закончится, а вот в российской версии, из-за более мрачного и драматического уклона, до конца оставалось неясно, выживет Борр или нет. Но, пожалуй, не стоит винить короткое время за предсказуемость, так как, возможно, для 90-го года это был вот это поворот, но не для 2023-го. И на этом, пожалуй, подведём итог. Ну а как итог, я могу сказать, что хоть по сути это и сплагиаченный сериал, но сплагиаченный хорошо. И благодаря грамотно проделанной работе, он может понравиться даже тем, кто, как и я, не особо любит проекты подобного рода. Ухожу красиво, отлично подойдёт, чтобы скоротать один или несколько вечеров. И я даже, по сути, не знаю, что тут отнести к минусам. Но к однозначным плюсам я могу отнести хорошую актёрскую игру, даже у детей, что удивительно, хорошую музыку и годный, местами добрый, местами стёбный юмор, от которого вы вряд ли будете хвататься за живот, но хе-хе разной степени тяжести поймать однозначно сможете. Ну а на этом у нас всё, дорогие друзья, и всем большущее спасибо за просмотр. И если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Также в описании вы найдёте ссылку на новую группу ВК. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов, и увидимся в следующей серии. Пока. Знаешь, есть такой эффект Данинга Крюгера. Дебил? Не знаешь, что он дебил. Потому что он дебил. Добавил субтитры.